Ребятушки, привет всем! Мы продолжаем тематику о недвижимости в городе Сочи. И сегодня я хочу вам показать, ну, около 10, наверное, жилокомплексов, которые я бы рекомендовал. Ведь все-таки у людей разный бюджет, и вот эти точечные предложения от инвесторов, которые я показываю, не всем иногда понятно, где эти комплексы расположены. Мы немножко поговорим о них, почему бы стоило их выбрать. Ну и вы напишите в комментариях, какой вам больше комплекс понравился. Так, ребят, первый комплекс у нас Green Sail Park. Расположен он у нас на улице Веселая. Это у нас территория федерального значения Sirius. Статус у него квартиры. Эти квартиры очень хорошо сдаются посуточно. Электрическое там отопление, хороший ровный подъезд, рядом торговые центры. В общем, в принципе, отлично подойдет для универсального использования. Давайте обратим внимание, какие здесь есть цены. Будем обращать внимание вот на красный. Это именно получается акционный, да? То есть вы видите, какая здесь разница. Есть определенные нюансы, которые я говорил уже в видео про этот комплекс. Это то, что на первом этаже, да и в принципе у них на остальных тоже выше трех метров. Но на первом этаже многие делают лофты. Поэтому, если вы рассматриваете вот, например, такую вот площадь, да, за, ну, я считаю, относительно нормальные деньги, да, то вот такая площадь вам позволит сделать лофт. Для тех, кто хочет среднюю, так сказать, обычную планировку и большую для жизни, тоже здесь имеются такие вот планировки, да? Ну, видите, до четвертого этажа здесь есть акции. Даже на маленькие квартиры, вот вы можете обратить внимание, 280. Кстати, дом нестандартный, поэтому увидите, какие бывают планировки. Обращайте на это тоже, пожалуйста, внимание. А также на наличие балкона, потому что балкон здесь и во всех этих комплексах, которые сегодня мы будем рассматривать, он входит в площадь, которую описывает. Соответственно, за балкон вы платите по полной программе. Так что вот этот комплекс отлично подойдет для сдачи в аренду, для тех, у кого есть, допустим, там дети, чтобы обучались там в Сириусе и так далее. Следующий объект ЖК Меридиан. Для тех, кому все-таки адлерское направление не подходит, кто хочет ближе к центру жить, вот, пожалуйста, ЖК Меридиан, на улице Донской. Дом комфорт-класса с хорошей придомовой территорией, с балконами квартиры, со стандартной такой планировкой. Ну, считаю, что тоже неплохой. У него, значит, газовое индивидуальное отопление, что дает вам возможность отапливать квартиру индивидуально. То есть, и затраты на вашу коммуналку будут недорогие. Что здесь осталось интересным? Ну, давайте посмотрим. Вот, например, одна из квартир с большим достаточно балконом, как вы видите по планировке. 250 тысяч за квадрат метр, это вот перепродажа. Считаю, что вот из-за даже вот этой квартиры стоит на него обратить внимание. Ну, а кому хочется повыше и видовые характеристики, чтобы были интереснее, там с каких-то квартир даже вид есть на море, вот, пожалуйста, можете рассмотреть и высокий этаж, и побольше планировку. Хороший комплекс, поэтому его в десятку интересных объектов также вам поставил. Гранд Парк. В Гранд Парке у нас достаточно много ремонтов, мы делаем, показывали этот комплекс, чем он отличается. Если у вас есть машина, если вы замучились искать парковочные места, то в этом комплексе у вас не будет вообще никаких проблем, потому что действительно застройщик побеспокоился. Вы посмотрите, даже вот это макет, и в том числе и я показывал эту придомовую территорию, она соответствует вот этому всему, тому, что здесь есть. То есть и отличные парковочные места, есть где закрытая зона, спортивные площадки, вот в этой стороне детская игровая площадка. В принципе, достаточно хорошо, качественно построенный дом с консьержем, что немало важно. Мне нравятся квартиры, где дома, в которых присматривает консьерж. Это порядок, чистота, ну и спокойствие. Итак, давайте посмотрим, какие здесь есть цены. В основном остаются только верхние этажи, есть здесь квартиры по акционным предложениям, то есть за 7 миллионов рублей 22 квадратных метров. Сейчас начну говорить, что это клетушка, ну пожалуйста, добавляйте и берите себе такую планировку, которая вас устроит. То есть, вот, например, за 8,5 по 232 тысячи за квадратный метр вполне себе более-менее адекватная цена. Ну, на самом деле, если мы говорим про сочинские цены, именно сегодня мы рассматриваем с вами многоквартирные дома, статус жилое помещение мы не рассматриваем. Именно вот цель вам показать, какие есть вот дома, на которые я бы обратил внимание. Вот, например, опять же, вот очень хорошая цена 223 тысячи за квадратный метр, с учетом того, что это полноценная одна комната квартира. Но вот эта вот кухня-гостиная, из нее можно вытянуть, так сказать, еще какое-нибудь спальное место, диван. То есть, отличная планировка для, например, отдыха, ну и для жизни, для старта тоже отличная планировка. И здесь вот обратите внимание, тоже стандартная двухкомнатная квартира по 250 тысяч за квадратный метр. В принципе, это адекватно статусу дома, его придомовой территории. И здесь, опять же, в этом доме есть газовое индивидуальное отопление. Это тоже здорово, я вам скажу. Следующий дом попал у меня в список. Это жилокомплекс Октябрьский. Он расположен непосредственно уже ближе к морю. Если прежние какие-то варианты мы смотрели на более отдаленности, то здесь вот прям есть и вид, посмотрите, какой из некоторых квартир. Но тут нужно обратить внимание, что вокруг всего дома, вы видите, здесь очень много у людей балконов. Поэтому площадь планировки квартиры указана с балконом, и это надо иметь в виду. Минимальная площадь здесь 49,7 квадратов. Из тех, которые предложены, 236 тысяч за квадратный метр. Давайте посмотрим. Там центральное отопление 800 метров до моря. Это район, получается, Мамайки. Так, что у нас здесь есть? Интересно, если мы рассмотрим прям большую площадь, опять же, обратите внимание, что здесь вот такой буквой Г идет огромный балкон. За 25 миллионов по 300 тысяч это прям видовая будет квартира в сторону моря. Также, вот, пожалуйста, за 335 тысяч, тоже полноценная, там двухкомнатная квартира, также здесь присутствует. Чуть ниже 311 и у нас на девятом этаже, он высокоэтажный. Вот есть более бюджетная, но она, опять же, с ремонтом 237 тысяч. Ребят, с ремонтом надо бы посмотреть, что за ремонт и вообще, как она выглядит. 72, 72 квадратных метра, 17 миллионов, 236 тысяч. Тоже неплохой вариант, но, опять же, это все вот с таким вот балкончиком. Кто-то любит балконы, кому-то не нужны маленькие клетушки, поэтому цена адекватная более чем. Вот за 15 миллионов вы можете взять полноценную, однокомнатную, большую квартиру, просторную, 52 квадрата. Вот, если ее правильно, хорошо распланировали, возможно, она имеет, как бы, полуторку, да, спальню и отдельную кухню-гостиную. Рекомендую этот дом, потому что построен он с разрешением на многоквартирный дом, в принципе, очень даже неплохой. Сентропе, в этом доме мы также делали ремонт одной квартиры. Этот дом с пешей доступностью до моря, выделяется он, опять же, ценой, входом. То есть, до 6 миллионов рублей вы можете здесь позволить себе один из вариантов квартир. Но, опять же, газовое индивидуальное отопление, инфраструктуру для жизни. Кого не смущает, Кудепса, например, да, это золотая середина между, так сказать, границей Абхазии и сторону центра Сочи. Ну, вот, такой дом тоже рекомендую. Давайте посмотрим, какие там остались предложения. Ну, вот минимальное, давайте с минимального начнем, о чем я сейчас вам говорил. За 6 миллионов вы возьмете за 245 тысяч за квадрат, студию 25 квадратных метров. Чуть побольше, стандартные вот эти вот 29 и 30 квадратов, это однокомнатные квартиры, 7 500. Далее 8 250. То у нас 32 квадрата, чуть побольше, да. Ну, вот однокомнатные, стандартные вот такие вот квартиры в районе 250 тысяч за квадрат. Думаю, что тоже неплохой вариант, который стоит рассматривать, если вы хотите взять, например, квартиру в ипотеку, либо вы хотите прямо уже построенный и готовый дом. Следующий дом очень мне нравится, у меня в этом доме проживает сестра. Купили они одни из первых, наверное, вот в этом доме на пятом этаже. По 200 тысяч за квадрат. Есть предложение, расположен он недалеко от нашего дома. Это у нас по Гастелло чуть дальше. Мы рядом жили с этим домом, вот в этом доме мы жили 3 года. В принципе, я считаю, что очень даже неплохое расположение. Давайте посмотрим, какие здесь есть предложения. Застройщик выставил в продажу лишь 5 этажей. Первые, вот эти минус первые этажи, это у нас, скорее всего, коммерческие помещения, либо апартаменты, поэтому мы их в расчет брать не будем. Но вот самая простая квартира, самая минимальная цена именно для жизни, это вот такая однокомнатная квартира, 36,6 квадратных метров, обращаю ваше внимание, что это вместе с учетом балкона, за 7 миллионов 320 тысяч рублей. 200 тысяч за квадрат статус квартира. Все оформлено на оформление сразу в Росреестре. Если кому-то захочется большую, допустим, там 2 плюс 1, наверное, да, ну почти как трехкомнатная квартира, тоже есть шанс со второго этажа взять квартиру по 200 тысяч за 15 миллионов. Вот вы 76 квадратных метров возьмете квартиру. Но опять же, балкона здесь будет 2, и площадь эту надо учитывать. Чтобы посмотреть, какие цены у нас выше, не акционные, да, то есть 30 тысяч за квадратный метр отличается от обычных цен. И вот по 200 тысяч вот здесь есть 3 предложения. Интересный вариант, ребят, пожалуй, самый вот такой вот, который я могу порекомендовать, именно чтобы взять и не париться. Там школа, садик, все здесь есть. То есть, ну, индивидуальное газовое отопление, то есть для жизни за такую цену идеально. Вот в этом доме ЖК Ангара мы также производили черновой ремонт. Вот этот дом достаточно давно стоял. Ну, вроде как его сдали, так как вот здесь уже указано, что он сдан. Опять же, вход для людей с маленьким бюджетом, 5,5 миллионов рублей за 20 квадратных метров. Вот, пожалуйста, я его как бы вам показываю. Сейчас, подождите, это у нас высокий этаж. Давайте посмотрим, что у нас. Вот здесь 5,5, этот цокольный этаж, 6,600, это уже второй этаж, 29,7 квадратов. Ну, в общем, вот кому подходит вот этот вот дом, то есть, пожалуйста, можете обращаться и выбирайте, смотрите, консультируйтесь. Он расположен на улице Виноградной. Сзади, правда, дорога идет, но это вот пешая доступность до моря. Интересны видовые характеристики у данного комплекса. Так, следующий объект у нас, жилой комплекс Командор. В этом комплексе мы также производим ремонты, и уже успешно некоторые сдали. Можете посмотреть, вот таким образом выглядит именно фотография этого дома. Его достраивал другой застройщик. Вот, давайте посмотрим, находится он в Мацесте. Видите, какие там есть предложения, сейчас акционы, видите, на высоких этажах с хорошим видом, то есть, от 6 фактически миллионов рублей, да, вот мы видим, 6,400. На нижних этажах также есть акционные предложения, 240 тысяч, можно взять квартиру. Причем там первый этаж, он высокий. Так что, смотрите, выбирайте. То есть, цены здесь, видите, разные. Квартиры пока есть. Недалеко от него даже Челтенхем стоит. Министерские озера подойдут тем, кто искал большие планировки, то есть, с большими дворами. В этом жилом комплексе мы также производим сейчас чистовой ремонт. И для многих это альтернатива. Если кто-то говорит, что это далеко, пешей доступности до моря нет, то я с вами согласен, но есть люди, которые привыкли жить, допустим, в частных домах и могут свободно передвигаться по транспорту, либо на машине. Но самое главное, это именно большие планировки, которые здесь по вот такой адекватной цене. То есть, до 200 тысяч за квадратный метр, а даже дешевле, 190, вы можете себе приобрести здесь полноценную трехкомнатную квартиру с хорошим балконом и выбрать еще и, видите, этаж. Потому что цена вот здесь, как бы, особо не меняется. Ну, цены разные, то есть, планировки разные. Начиная вот от 48 квадратов, это минимальная, наверное, площадь. Вот вы видите, 240 тысяч за квадрат, вы можете взять полноценную отдушку. Так, и жилой комплекс Босфор, для тех, кто любит именно широкий и большой пляж Догомыса, тоже не прошел у нас мимо, потому что 200 тысяч за квадратный метр в уже построенном сданном доме, заселенном. Я считаю, с пешей доступностью до моря этот комплекс нельзя пройти мимо. Давайте посмотрим, какие вот здесь есть предложения. На 11 этаже по 230, то есть, это студия с балконами. В таком комплексе мы тоже производили ремонты. То есть, основные цены здесь, видите, по 265, то есть, 280. Чем выше этаж, тем, как бы, ценник выше. Но и чем больше планировка, тем более доступны у нас, получается, предложения. Ну, покопаться там, поискать какие-то перепродажи всегда можно. Поэтому, если кому-то принципиально понравится какое-то из предложений, которые я вам показываю, то звоните, пишите, я вас проконсультирую. В общем, вот такие вот предложения. Итак, ребята, я надеюсь, вам понравилась вот такая вот небольшая подборка из 10 предложений, которые я рекомендую к рассмотрению. Если вы все-таки не хотите лезть во всякие подозрительные стройки, тем более, не стоит сейчас рисковать. Сейчас предложения, вот как вы видите по акции, вот некоторые застройщики более чем даже приемлемые. Оставляйте комментарии по поводу нашей сегодняшней подборки. Прожмите, пожалуйста, лайк для поддержки нашего канала. Ну, и ждите следующих видео. Хорошего вам настроения. И пока. И не забудьте, что в каждой из квартир мы поможем вам сделать ремонт. Пока. Пока.